Вопреки сообщениям в СМИ о раскрытии учёными тайны истуканов острова Пасхи, в реальном исследовании сообщается о результатах пространственного моделирования для объяснения закономерностей возведения церемониальных платформ Аху и каменных монолитных статуй, называемых Моаи. Однако это повод напомнить об этом замечательном острове и его археологических памятниках. Остров Пасхи или Рапануи представляет собой один из самых интересных случаев строительства памятников, когда всего за 500 лет с момента заселения острова в 12-13 веках нашей эры до европейского контакта в 1722 году островитяне Рапануи построили более 300 церемониальных платформ Аху и почти 1000 монолитных антропоморфных статуй Моаи. Достижения жителей Рапануи будут казаться ещё более впечатляющими, если учесть, что поведение первых поселенцев острова было ориентировано на недостаточно обоснованные проекты преобразования природы острова в условиях незначительных и непредсказуемых осадков, с бедной питательными веществами почвой, отсутствием крупных коралловых рифов и обильных поверхностных источников пресной воды. Экология острова ограничивала диапазон доступных средств существования для жителей Рапануи и многие считают, что эти экологические ограничения являются ключевым фактором в появлении памятников на острове Пасхи. Как адаптивные меры реагирования на неопределенность окружающей среды или как территориальные сигналы контроля над ограниченными ресурсами. Как в той песне про остров невезение. Что они не делают, не идут дела. Только не про понедельник, а про то, что видно статуя не очень высока. Как в экспериментах с голубями в 1947 году, которые показали, что птицы развивают суеверное поведение, полагая, что поступая определённым образом или совершая какие-то действия. К ним снизойдёт корм. Хотя тот поступал автоматически. К концу исследования 75% птиц стали суеверными. Один голубь в погоне за едой полагал, что если он будет переворачиваться в клетке два или три раза против часовой стрелки, то его покормят. Кстати, у современных людей немногое изменилось. Как к примеру, параллели с мойкой автомобиля и дождём или с прикуриванием сигареты на остановке в ожидании транспорта. Да и апофения в целом довольно распространённое явление среди современных людей. Так и некоторые исследователи считали, что древние рапануйцы возможно полагали, что статуи им чем-то помогут с дождём, урожаем, уловом или они так обозначали границы владения ресурсами острова между семьями и общинами. Но это лишь упрощённое предположение о мотивации рапануйцев. Хотя в более глобальном смысле всё могло быть намного сложнее. Но в пользу обозначения границ говорят и междоусобные конфликты даже на таком маленьком участке суши, который можно без учёта рельефа обойти всего за 12 часов. В целом, нелегко жилось на острове. Однако по сравнению с жизнью в постконтактную эпоху прежняя жизнь могла показаться и раем. Неудивительно, что в итоге на острове осталось всего 3% жителей. Кто-то был убит, кого-то увезли работорговцы, остальных же эвакуировали в качестве новоиспечённых рабов, свежеимпортированного бога. А уцелевшие жители уже почти ничего не знали ни о традициях, ни о письменности, что очень печально. Потому как рапануй был единственным тихоокеанским островом, где жители создали собственную письменность ронго-ронго. Но начнём по порядку и кратко. Окружающая среда Рапануй – это относительно небольшой изолированный остров площадью 163,6 км2, который расположен в юго-восточной части Тихого океана. Территориально он расположен примерно в трёх с половиной тысячах километров от Южной Америки на территории Чили и почти в двух тысячах километрах от ближайшего населённого острова. Остров имеет вулканическое происхождение с тремя основными щитовыми вулканами Ранакау, Теревака и Пуакатики и несколькими более мелкими, как Ранарараку и шлаковыми конусами, как Пунапау. Несмотря на то, что высота Теревака чуть более 500 метров над уровнем моря, остров является относительно низменным и не разделён долинами, характерными для других Тихоокеанских островов. Недалеко от острова Пасхи есть ещё пять более мелких необитаемых островов, которые использовали рапануйцы, включая и Мату-Нуи, где проводился поздний ритуал рапануйцев, посвящённый выбору Человека-Птицы года. Образование островов началось менее миллиона лет назад. Климат Рапануи является сезонным и ветреным, учитывая его субтропическую широту с низким и непредсказуемым количеством осадков от 600 до 2000 мм в год. В то время как палеоэкологические исследования подтверждают, что ранее на острове были обширные пальмовые леса, которые исчезли по комбинированным причинам, включая и вырубку человеком. А также к исчезновению лесу приложила свои зубы и полинезийская или малая крыса, она была случайно или преднамеренно завезена на остров. Но не стоит представлять себе злобную крысу, поедающую пальмовые леса. Они всего лишь грызли семена, предотвращая рост побегов. По сравнению с другими районами Полинезии, почвы в Рапануи чрезмерно дренированы, выщелочены и бедны доступными питательными веществами. Хотя внутри вулканических кратеров есть пресноводные озера, учитывая очень пористую природу подстилающего субстрата, остров не имеет других источников поверхностной пресной воды. Также остров довольно круто поднимается со дна океана и имеет относительно бедные морские ресурсы, без коралловых рифов или лагун. Эти характеристики окружающей среды наложили значительные ограничения на варианты существования доступные для предконтактных жителей. Памятники Рапануи Невзирая на ограниченные ресурсы, рапануйцы не только смогли выжить на небольшом бедном и изолированном клочке суши, но и совместно создать тысячи массивных каменных истуканов и сотни церемониальных платформ Аху вскоре после заселения острова в 13 веке. Аху представляют собой производную форму ритуальной архитектуры, найденную и в других местах восточной Полинезии, хотя и отличаются по масштабам с Рапануи. Около 400 муаи остаются в каменоломнях у потухшего вулкана Рано-Раку, а сотни других весом в несколько тонн были перемещены и возведены на Аху в различных частях острова. Кроме того, многие муаи были также украшены большими красными шляпами под названием Пукао. Большое количество мифов и невероятных теорий было связано с этими статуями, особенно с их перемещением по острову. Хотя многие эксперименты показали, что в этом нет ничего сверхъестественного. Ещё в 2012 году команде из 18 человек даже удалось заставить модель статуи перемещаться вертикально со скоростью 100 метров в час всего лишь при помощи трёх пеньковых верёвок. Однако в последнем исследовании речь шла не о способе их создания, а о пространственных закономерностях и мотивах их возведения. В целом, схема расселения в Рапануи характеризуется относительно рассосредоточенными сообществами вдоль береговой линии 100-200 метров от Аху, которые были местами сбора сообщества для ритуальной деятельности. Однако вопросы, почему они установлены в конкретных местах и какие дополнительные социальные роли выполняли, остаются в основном без ответа. Многие также спорят о том, какую роль играли Аху в территориальном контроле и наследственном владении ограниченными ресурсами острова. Хотя некоторые исследователи утверждают, что контроль за сельским хозяйством и морскими ресурсами был тесно и прочно связан с типичной полинезийской схемой наследственных прав землепользования и необходимостью постоянно поддерживать эту собственность поколение за поколением и в контексте растущего населения и меняющейся природной среды. Хотя очевидно существовали и другие социальные и религиозные мотивы. Другие предполагают, что пресная вода могла быть важным ограниченным ресурсом и предметом острой конкуренции, в результате чего Аху служили дорогостоящим сигналом конкурентноспособности. Кроме того, многие предполагают, что избыточные урожаи сладкого картофеля из мульчированных садов были бы необходимы для поддержки строительства Аху и транспортировки Моаи. А памятники служили для передачи контроля над этими ресурсами элитой. В новой работе исследователи и занимались проверкой этих гипотез, предполагая, что ресурсы и Аху пространственно будут связаны. Поскольку на острове нет данных о контроле за строительными материалами, остается три вида ресурсов, с которыми может быть связано возведение церемониальных платформ. Это сельскохозяйственные участки, морские ресурсы и источники пресной воды. Сельское хозяйство Как и полинезийцы по всему Тихому океану рапануйцы до европейского контакта были земледельцами. Хотя в целом условия выращивания в рапануи считаются незначительными по сравнению с другими местами. Однако значительная часть средств к существованию зависела от сельскохозяйственных культур, в число которых входили батат, ямс, таро или калаказия съедобная, бананы, сахарный тростник и другие. А анализ почв и зубного камня человека показал, что сладкий картофель был основным растительным источником пищи. Урожай выращивался в садах с каменной мульчей. По всему острову базальтовая галька, булыжники и валуны размещались на почве, чтобы добавлять питательные вещества, задерживать влагу, защищать растения от ветра и стабилизировать температуру. Морские ресурсы Имеющиеся зооархеологические данные по использованию морских ресурсов рапануй относительно ограничены. Недавний изотопный анализ однако указывает на то, что морские ресурсы составляли не менее 50% белковой пищи. Таким образом, хотя морские ресурсы острова ограничены по сравнению с другими полинезийскими островами, они тем не менее составляли важную часть прожиточного минимума в доконтактные времена. Пресная вода На острове Пасхи выпадает умеренное количество осадков, но также случаются и частые засухи из-за проницаемости почвы и коренных пород, которые позволяют воде быстро переходить в водоносные горизонты острова, а уровень грунтовых вод как правило составляет всего несколько метров над уровнем моря вблизи побережья. Пресная вода также доступна во многих лавовых трубках, которые находятся в основном на западном конце острова, где могут собираться грунтовые и дождевые воды. Единственными крупными многолетними водоёмами с пресной водой являются озёра и источники, покоящиеся на непроницаемых участках вулканических ядер в Рано-Као, Рано-Рараку и в кратере вулкана Теревака, который называют Рано-Арои. Однако нет доказательств того, что эти озёра были первичными источниками воды как до, так и после контакта. Первые европейские посетители поспешили отметить дефицит и солоноватый привкус пресной воды на острове. В 1722 году Буман, капитан голландской экспедиции якобы Раггивена, отмечал, что у рапануйцев были тыквы или легенарии из семейства тыквенных для хранения воды. Кук отмечал, что островитяне пили прибрежную воду, солоноватую и зловонную. Археологические доказательства управления пресной водой представлены в основном в виде своеобразных колодцев или ловушек для грунтовых вод, а также неглубокими бассейнами для сбора дождевой воды, вырезанными в базальте. Стало быть эти источники пресной воды, хоть и не очень чистой, играли для островитян важную роль, а результаты точечного моделирования в новом исследовании показали, что пространственное расположение Ахо наиболее экономно объясняются близостью к источникам пресной воды, как в прибрежной зоне, так и внутри острова. Также стоит упомянуть, что за последние годы было установлено, что строительство и транспортировка из туканов и из шляп по острову Пасхи не требовали ни большого количества людей, ни деревьев. Эти выводы поставили под сомнение общее предположение о том, что строительство памятников обязательно связано со сложной социальной организацией и управлением трудовыми ресурсами, а также не подтвердились версии, что деятельность островитян обязательно ведёт к деградации окружающей среды, а именно к обезлесению и эрозии. Сами же авторы научной статьи считают результат своей работы значительным, поскольку он вероятно объясняет ранее нерешенную проблему того, почему статуи острова Пасхи встречаются главным образом вдоль побережья, где наибольшее количество источников пресной воды. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал, а также иногда заходить во вкладку «Сообщество канала», где могут быть интересные опросы по поводу следующих видео и тем канала.